Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Axion. В этой серии будем изучать черный ящик. Уже везут к нам колбочки с Марса. Так что процесс мы этот завершим наверняка. Кроме того, что он сломал, давай отремонтируем. Вопрос у меня остался только по поводу криокапсул. Можно ли их насобирать все-таки тут в системе 500 штук или нельзя? Потому что игра начинает подгонять. У людишек там начинаются какие-то проблемы, грусть, печаль. Поэтому все время сидеть здесь нельзя. Надо двигаться дальше. Чтобы двигаться дальше, нужно провести ремонт. Я думаю, что ремонт как раз мы проведем после черного ящика. Хотя я хотел бы, конечно, во второй цикл выйти технологически, но не получится, потому что на старте, там где я упустил некоторое количество колбочек, я их теперь и не получу. Уже, видимо... Так, и с углеродом вопрос. Он добывается или не добывается? Как будто добывается, да? Но здесь что-то не копится. Как так? Можно добыть. Так можно, если то, добудь. Этот добывает, этот возит. Так, ну давай вот это уберем. Пусть возит все остальное. Потому что я не пойму, строить склад или нет. Получил все очки науки. Все, Марс мы разобрали. Черный ящик у нас изучен. И... И дальше что? Так, вот, кстати, еще 50 колбочек. Забираем остатки с Марса. Я думал, какой-то триггер будет. По поводу черного ящика. Чего-то триггера я не вижу никакого. Еще 50 криокапсу. Но это всего 200. Где же можно было еще-то нарыть? А, в лаве. Вот. Вот тут в лаве нужно точно. Тут же, где сказали про него. Итак. Специалистам тайкуна удалось извлечь из черного ящика информацию о событиях после неудачного прыжка тайкуна. В записи говорится о луноклизме. Когда землю обуял хаос, главы государств прибегли к радикальным мерам. А он объявил корпорацию Доллс врагом человечества. Среди данных в черном ящике есть описание научного объекта, скрытого в атмосфере Юпитера. Его официальное название Гефест. Здесь разрабатывали двигатель нового типа и строили космическую станцию класс Тора. По данным Доллс она называлась Протагор. Протагор. Это очередная итерация тайкуна, которую отправили на поиск экзопланеты Рэм. Нового дома для последних выживших Земли. Ну, кстати, вторую, значит, сделали. Хотя внеземная надежда сильно повреждена, до станции успел дойти сигнал бедствия с Протагора. Блин, этот сломался. В нем были зашифрованы координаты прыжка, по которым можно определить последнее известное положение корабля. Короче, нам нужно починиться сейчас и прыгнуть ко второму. Так, стало быть, на Юпитере еще можно покопаться и добыть. Там еще колбочек и может быть... Но, значит, криокапсулы не обязательно сейчас все добывать. Потому что раз там корабль ёкнул, значит, там еще будут... Будут еще, значит, в другом месте. Просто я думал, если мы отсюда улетим, где же мы их найдем? Вот там мы их и найдем. Ну, тогда вопросов нет. Добиваем последнюю теху. Вот эту. 45, да, у нас только 12. Ну, я думаю, сейчас мы вот там накопаем. И паресом... Ну, паресы можно уже особо... Не заморачиваться. Нам их девать-то особо некуда. Так, я так только не понял с углеродом. Ты возишь или не возишь? Так, добыча. Это добывает сейчас. Это сюда. Так, давай вот это добывай тоже. Вот это давай, не бывай. Еще один корабль, что ли, сделать? Чтобы вещи возить. В принципе, энергия-то есть. Ну, давай построим. Построим, ладно. Так. Ага, фиг там. Завод только сломать. А сколько стоит отсек? Только энергию. Ладно, ломаем тогда завод. Не успел. Завод простоял. Не успел поработать. Ничего не наработал нам. Так, рано ломать дорогу. Пусть сначала разберут. Прибыли на Юпитер. Погнали. По координатам, полученным из черного ящика, внеземной надежды, мы нашли строительную площадку Гефест на Юпитере, сообщает команда корабля. Благодаря закодированным каналам и коммуникационным протоколам, внеземной надежды, нам удалось пробудить штатного ИИ-ассистента на площадке и наладить связь. Судя по данным диагностики, до сбоя система архивирования данных площадка проставила десятилетиями. Как ни странно, в производственной зоне есть электропитание. Посмотреть производственную зону. Не хотел я, конечно, вторую пусковую делать, но ладно, сейчас сделаем вторую пусковую, чтобы порезче все-таки тех ресурсов нахапать. А то, не сказать, что они прям конкретно нам нужны. Пока вроде хватает всего, но неизвестно, как там будет дальше, поэтому, может быть, имеет смысл запастись. Мы прибыли на автоматизированную строительную площадку, которая, хоть и стара, все еще в рабочем состоянии. Здесь можно использовать технологии Долос, только они намного более продвинутые, чем те, что на борту Тайкууна. В центре управления мы обнаружили усыпальницу Лейри Фраус. Штатный ассистент опознал нас как сотрудников и представил доступ к записям. Судя по ним, на площадке Дефест конструировали и хранили экземпляры улучшенного прототипа двигателя с кодовым названием «Иксион». А вот почему игра называется «Иксион». Один из них сейчас прикреплен к конструкции с цепным устройством. Наш инженер утверждает, что мы могли бы отбуксировать его на одном из наших горнопромышленных кораблей. Если мы установим на Тайкуун, сможем завершить прыжки. Готовы к эвакуации 200. 200, но это все равно не 500. Ну давай вези. Вези ты. Че не так? Все так, да? Ладно, пойдем-ка сюда. Все еще не разобрали. Смотрите, скорее уже. Нет питания. А походу складировать просто некуда. Вот все забито уже этими металлами. Процесс еще один склад втыкать. Чтобы разобрать. После этого построим пусковую. Сделаем корабликов. Пособираем еще резы тут. Так, ну вот все. 8, 7, 6, 5. Давай. Отлично. Разобрали, ура. Хоть я и не хотел ее строить. Но придется. И завод. Полимерный. Полимерный завод теперь тоже куда-то надо втыкать. Оттуда, видимо, его и надо втыкать. Значит, вот эти дороги сейчас поломаем. Не будет тут сообщения сквозного. Но зато будет завод полимеров. Потому что полимеров у нас не густо. Втыкаем сюда и вон. 110 и 110. 210 мы нашли. Из 500. И еще там 200. Итого 410. То есть все равно не 5 сотен. И что не так-то с тобой. Отправить. Отправляйся. Ага. Вот теперь он точно отправился. Сделаем, значит, так. Кому бы нам сделать добывающий? Нет, наверное, мы сделаем не добывающий. Хотя нам и добывающий. Нужно один добывающий, а один грузовой делаем. Два корабля сейчас. Так, грузовой и промышленный. Вот так вот сделаем. Что-то внутрь сломалось-то. Нужно отремонтировать. Я уже нажал ремонт. Чего вы не ремонтируете? У нас уже нехватка людей. Вот тоже момент интересный. Население 200, рабочий 192. А из 211. Все. Вот теперь пошла нехватка людей. Вот теперь нам нужно строить. Кривую штуку эту. Удачно, как он влазит. Сейчас мы будем разморозкой заниматься. В принципе, всем занимайся. Так. Ты вези мне вот эту фигурину. 226. То есть нам нужно где-то 34 человека. Сейчас, значит, 34 и разбудим. Я надеюсь, можно их будить пачками. Они всех со склада сразу отправят на разморозку. Так, вот прибыл. Нет, все-таки нужен склад. Понятно. Без склада не обойтись. Напрямую не могут отсюда на завод. У меня они прям всех размораживают без остановки. Не-не-не, ребят, не вздумайте. Так, а сколько рабочих? Рабочих только размораживайте. Максимальная численность. Стойте, стойте, стойте. Максимальная численность рабочих. 246. Сейчас бомжи появятся, да? Переутомление. Ну, понятно. Так, 246. 246. Все. Сейчас сразу будем 246. Все будут работать. И все будет хорошо. Не будет переутомления. 210. Пожелим, как у нас. 210. А будет 246. Вот и пора еще домики строить. У нас как раз тут место уже припасено. На два домика. Вот мы их и строим. Так, все, там разобрались. Юпитер, ну что ты тут? О, 45 колб. Как раз мы сейчас еще и технологический уровень тоже закроем. Извлечение прошло успешно. И ассистент Гефеста сильно помогла нам в ходе операции. Она может попробовать связаться с тайкуном напрямую. Да приведет нас закономерность самоподобия. Тиакс, вывести на орбиту Юпитера. Понятно. А где мы? Где мы есть-то? Полетели. Сектора питаются от аккумуляторов. Вот, кстати, сколько у нас в аккумуляторах. Я поставил 3. По квесту надо было 2. Аккумуляторы у нас держат каждый по сотке. Итого 300. А воспотребление 170. Закончена технология очередная. Голодающие начинаются. Ну вот и уже начинаются сложности, с которыми нужно справляться самостоятельно. Второй сектор у нас открылся. Рядоплавительные станции появились. Пожарные станции. Пожар пока не было. Мусороперерабатывающий завод. Здесь у нас законодательное закрепление. Центр прослушивания. Сотовый жилой комплекс. Зерновая ферма. О, зерновая ферма. То, что нужно. И вот там какая-то еще фигня. Можно изучить новое улучшение. Да, это тоже все понятно. Грибная стена. Нам нужна штука на еду. У нас есть фермы, которые уже есть. Ускоренный рост это нам даст. Запускаем. Потому что народу сейчас станет больше. И народу все это надо будет кормить. Подготовить к установке. Когда тайкун достигнет орбиты Юпитера, команда корабля Гейзенберг вместе с инженерами подготовит двигатель к установке на станцию. А стандартный старый поврежденный демонтирует. Ну давайте, ставьте, че. Я не против. 170 из 180. Единственное, наверное, еще сочной панельки было бы неплохо воткнуть бы еще одну. Хотя бы. Так и по рейсам-то. Как он в процессе-то идет? Да, вот уже копится. Все, процесс идет. Добыча идет. Возите все. Хотя этот пока девать некуда особо. Не возите. Что углерода больше не видать. Ну, установка пошла. Тогда ускоримся. А научник-то наш где? Пишите, некуда отправить. А, но он и так работает. Все, не трогаем. Его не трогаем. Железо. А вот, кстати, сказал, что железо полно. Нет, железо кончилось. Тубище взорвалось. 226. Восстановите функции двигателя для прыжков. Подключите на панели строительства снаружи. Пойдем, подключим. Как? О, экипаж грузового корабля получил обширный опыт. Этот корабль теперь вмещает 33 единицы ресурса. Круто. Ремонт корпуса. Нет, не оно. Вот. Экипаж тайкун и команда корабля выполнили подготовку. Осталось только ввести в действие финальный протокол истыковки в шлюзе для ВКД. Разобрать лишнее оборудование. Давай разберем лишнее оборудование, если мы отсюда улетаем. Администратор, мы получили сообщение от Еги Феста. Двигатель Иксион выведен на орбиту и готов к установке. Вы не способны рассчитать координаты для прыжка сами. С Иксион вы сможете использовать только ранние сигнатуры других кораблей, которые перенесли в самоподобное пространство. Чтобы ваша жизнь не прошла зря, вам нужно найти координаты экзопланеты, которую ищет протогор Рэмом. Ванир был прав насчет эхо будущего. Я дарую вам это чудо вместе с ним и освобождаю себя, чтобы погрузиться в сон, который у меня украли. Что за эхо будущего? Ну, сколько всего собрали? Семеро. Семеро бомжей. Пякс. Восемь бомжей. А вы куда плодитесь-то? Хорош. Хорош плодиться-то. Стой. Все. 249. А, фиг там. Нет, не все. Не все работают. Ладно, включаем дальше. Центр альтернативной жизни. Не то, что мне нужно. Мне нужно домики. Заапгрейдить домики. Но мы и тут еще не заапгрейдились. А у нас не хватает колбочек. И так. Значит, строим обычные домики. Вот скоро придется лезть уже в соседние сектора. Так, 3. 3. Вот здесь можно квартал сделать. Так, вот трешками. Посредине дорогу. А вот даже вот пока можно один дом туда воткнуть. 15 человек нам. У нас 11. Как раз, 15 нам хватит. Тебя рабочих еще 20 поднимут. Не хватит нам одного дома. Ты что, не работаешь? Потому что не завезли железо. И подключить движок еще от нас требуется. Ну, кстати, вот тоже вода. Ноль. Как бы. А как же мы без воды до этого-то жили? Сейчас у нас есть лед. Сейчас у нас есть там изобретение фабрики, которая плавит лед. А до этого-то мы без воды как жили все это время. Вот вопрос. Так, здесь где-то надо подключить. А, ну вот. Да? Давай подключаем движок. Текущая стабильность минус 1. Минус 2% цикл. Ну, придется строить, кстати. Плюс 1. Плюс 1. Плюс 1. Все по плюс 1. Опять на 670. Тут же фигня поменьше. Поэтому возьмем ее. Возьмем ее вон туда, воткнем. поглубже. Здесь у нас еще будет 3, да. Значит, сюда еще можно один дом воткнуть. Подальше от завода поставим его. Еще 15 человек. 410. Крилл капсул. Совершите прыжок. Администратор, мы готовы отправиться к протагору через самоподобное пространство, используя частоты, которые мы нашли в черном ящике внеземной надежды. Система адаптирована для нового двигателя класса Xeon. Теперь станция Tycoon полностью оборудована для достижения нашей главной цели, обеспечить выживание человечеству на пригодной для жизни экзопланете под названием REM. Конец связи. Но можем валить уже, на самом деле. Что у нас тут творится? Все готово, да? Понятно. А можем еще пособирать. Что мы там не добрали? Да мы дофига все не добрали. Так, тут еще можно... Это можно добыть, а это можно привезти. Этого мы вообще не запасли. Ни кусочка. Пусть один... Возит вот это, а другой возит вот это. Вот так их распределим. Так, лед запасли. Что-то лед тоже, на самом деле, не запасли. И непонятно, надо или нет. Потому что до этого мы 300 циклов жили с нулевой водой. И это никого не волновало. Сверхурочных надо убирать. Недоброжелательные люди. Для этого нам нужны еще рабочие. Тут процесс еще разморозки не закончен. 32. Так, ну вот они оба добывают лед сейчас. Вот и не знаю, можно ли вообще, в принципе, найти пять сотен здесь, или вот эти 90 будут у того корабля, когда мы к нему подпрыгнем. вот вопрос. Вот вопрос. Ну что же вы не возите? Так, набираем, да? 30 желез. Ну, сейчас привезет. Ну, вот, значит, сплавы. Как минимум, нужно набить полностью, потому что вот все расходуется у нас на ремонт корпуса, который постоянно изнашивается. Доверие выходит в плюсы. Мы, кстати, можем даже повисеть тут пока что за счет вот этой альтернативной жизни. Хотя бомжи, 19 бомжей, это нам не очень хорошо. Ну, туда вот, наверное. Сюда и туда вот две улицы воткнем. Два. Если тут дорога, то достанется четверка. Вот так вот сделаем. Так, так. Вот так. И вот так. И теперь у нас еще тут немножко места под складик. 4х4. И, в принципе, все. Все застроено. Пора и второй сектор открывать. Но второй сектор увеличит износ корпуса. Сейчас у нас корпус пошел в плюс, хотя потому что осталось сюда 440. Я как-то вообще не обращал внимания на него, а он уже сильнее, чем наполовину изношен. Снова кончились сплавы. Поэтому по-любому мы еще тут повисим. подвосстановимся. Я даже думаю, что мы сейчас еще один грузовичок. Еще один грузовичок мы сейчас сделаем, чтобы резче потаскать. потому что есть что потаскать. Чтобы корпус вытащить по максимуму. Уже после прыжка. Непонятно, куда мы... Хотя там, наверное, можно будет разобрать этих самых как называемых. Как называют-то обломки. Может быть, мы из обломков пособираем. Может быть, конечно, там тоже будут какие-нибудь стероиды, что-нибудь такое. Но хотелось бы прыгать в неизвестность уже имея ресурсики. Третий готов. Таскай металл. Ты таскаешь лед. Лед он таскает, но лед не копится. Нафиг тогда лед. Он не копится, скорее всего, потому что холодильника нет. Ну-ка, проверим. Если на складе можно держать лед. Да, можно. Возьмем один склад тогда, воткнем все-таки. Малый склад как раз вот сюда мы воткнем. Сделаем его под лед. Там же вон 30. Возили-возили, а все равно 30. Он, видимо, не хранится без склада. Припасем его на складе. И у нас там 3 на 3 осталось. 3 на 4. Но в любом случае штучка под еще один домик. Все. Вот теперь у нас полностью забитым. Теперь можно уже думать о том, чтобы лезть во второй сектор. Но для начала так, здесь снова сломался. Но для начала все-таки хотелось бы порешать все проблемы с населением, с запасами. 53 с 56. из-за того, что я настроил складов и домов, и снова не хватает. 256. Вот так вот мы делаем. 55. Еще одного. И все. 56. Все. Рабочие готовы. Останавливайте разморозку. А, кстати, тут 15 человек. Не надо было по максимуму можно было этих выгнать. Корпус проседает. Все сильнее. 230 уже осталось. Пообещайте восстановить корпус. Пытаемся восстановить. Что-то с корпусом прям совсем пошло не очень. Убираем вот эту историю. Убираем все. а сплавы готовых нигде не подцепить. Нет, готовых больше нет. в темпе пытаемся нарыть металлов еще, железа. Так, а вы-то добываете? Да, эти добывают. Тоже оставляем им только железо. Здесь таскаем только железо. Лед никого не таскаем больше. Нам есть что добыть. Плюс 30 в цикл. Падает доверие. Почему не понимаешь что быстрее падает? тут что не строится? это же ушли сплавы. Поэтому 14 человек осталось без дома. Все, дома построили. Всем есть где жить. Ура! Теперь надо чтобы был корпус еще прочный. 202 е-мое. Вот сейчас я так я следил за всеми этими квестами, за всеми этими колбочками, чтобы проследил корпус. Ну вот есть еще привезли. Еще тут 86. Склад заполнен на сотку. Здесь тоже валяется уже. Сколько ты производишь? Походу завод не успевает просто производить нужное количество сплавов. 205-206. Хотя плюс 30 в цикле. Если плюс 30 в цикле, значит за 30 циклов будет полностью отремонтирован. Меньше даже, потому что нужно это семь сотен. Хоп, минус 28 цикл. вся железа дофига у нас. Этот завод не осиливает весь процесс. Ну значит в следующей серии мы будем бороться заживучесть корабля. Откроем все-таки второй сектор. Заселим его чуть-чуть. Что там нужно для него? 40 человек, 16 еды. Но еды у нас полно. И построим там второй завод. И вот этот второй завод чтобы активней работал. Хотя сколько нужно сплавов? 80 сплавов. Блин, 8 сплавов чтобы открыть его. И там же еще тоже нужны всякие склады, всякую фигню. Хотя нет, вон 270 до 280 нормально. Плюс мы идем в плюс. Доверие выросло, доверие тоже идет в плюс. Но все равно надо сделать это перед прыжком, потому что если после прыжка у нас будут какие-то проблемы, мы там не факт, что сможем быстро наковырять всего этого. Так что да, следующая серия у нас будет борьбу за живучесть. Подписывайся колокольчик, пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока!